Аквариумные рыбки Наблюдения показали, что за три недели популяция клеток эпителиальной ткани рыбы-радуги полностью обновилась. При этом каждая клетка за 8 дней до конца своего жизненного цикла перемещается на поверхность кожи, где окончательно изнашивается и отмирает. Ученым также удалось проследить, как кожа рыбы реагирует на повреждения. Отрезав небольшой кусок рыбьего плавника, они обнаружили, что клетки, расположенные по соседству, сразу же увеличились в два раза, чтобы закрыть собой поврежденный участок. Помимо этого, в глубинных слоях кожи наблюдалось образование новых клеток. 21 сентября на площадке КСК Уник состоится очередной вечер бесплатного образовательного цикла для всех желающих про науков КФУ. Темой четвертой по счету ночи науки станет будущее. Каждый институт и образовательное подразделение КФУ представит свою интерактивную площадку с мастер-классами, экспериментами, демонстрацию учебных разработок, где сложные вещи и понятия предстанут для гостей ночи в доступной форме. Параллельно пройдут научные бои Science Slam – битва молодых ученых КФУ в форме стендапа. На мероприятии будет организован фудкорт, продажа научной и художественной литературы, а также общение с представителями университета. Кроме того, гостей вечера ждут сюрпризы, развлечения и танцы под живую музыку. Научным сотрудникам химического факультета МГУ имени Ломоносову удалось расшифровать механизм взаимодействия наночастиц серебра с клетками иммунной системы. В работе изучалась белковая корона – слой ассорбированных белковых молекул, формирующийся на поверхности наночастиц серебра при их попадании в биологическую среду, например, в кровь. Белковая корона маскирует наночастицы и во многом определяет их дальнейшую судьбу. Например, скорость выведения из организма, способность проникновения в клетки определенного типа и распределения между органами. Знание механизмов, формирование и динамики поведения белковой короны, информация о ее составе и строении необходимы для понимания токсичности и опасности наночастиц для человеческого организма. Это были самые всепогодные новости науки на сегодня. Пока!